Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Ходят слухи тут и там. Что происходит с фонтана в сквере Победы. Пластик вместо бумаги. Самарцы получают электронные страховые полисы. Потушить огонь как можно быстрее. Самарский левша четверть века изобретает пожарное оборудование. Отработали навыки вне плана. Настоящую спецоперацию провела новокубышевская полиция в ответ на звонок о подозрительной коробке. Местный житель сообщил в дежурную часть, что во дворе жилого дома находится бесхозный предмет. Полицейские отреагировали немедленно. Квартал оцепили. Участковые спасатели проникли во двор по пожарной лестнице и крышам гаражей. Этим же путем эвакуировали жителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии произвели два гидроудара по подозрительной коробке, которая оказалась пустой. Между тем, подобные сообщения поступают и в плановом режиме. В Самарской области продолжаются антитеррористические учения. Обезвреживать муляжи взрывных устройств приходится в разных районах. Причем заранее о месте закладки не сообщается. Наибольшее неудобство, которое могут доставить силовики местным жителям, это перекрыть движение транспорта. А потому самарцев просят отнестись к этому с пониманием. Тем более, что 22 мая в понедельник учения завершатся. Самарцы обеспокоены, что происходит в сквере Победы между Площадью Славы и Самарской площадью. Интерес подогревают слухи в интернете. Любимое место прогулок и отдыха якобы хотят сравнять с землей, а знаменитый фонтан разрушить до основания. Сквер открыли в Куйбышеве в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная достопримечательность – вид на Волгу и 30-струйный фонтан, украшенный георговской лентой. Что на самом деле происходит в сквере, выясняла Олеся Корецкая. Сквер Победы сейчас мало соответствует своему триумфальному названию. Проход сюда закрыт. Здесь ведутся строительные работы и пока они на этапе разрушения. Здесь уже сняли всю плитку. И сейчас с помощью специальной техники демонтируют бетонное основание фонтана. Самарцы по-разному отреагировали на реконструкцию сквера. В социальных сетях появились фото и домыслы, что после ремонта знаменитый фонтан уберут навсегда. Якобы уж слишком основательно его разрушают. Однако большая часть жителей спокойно отнеслась к строительным работам. Я считаю, что можно было бы обойтись, потому что был неплохой фонтан и самая плитка там была хорошая. Ну я так предполагаю, что ремонт какой-то вообще нет, не в курсе. В администрации города пояснили, сквер Победы приводят в порядок вместе со всей улицей Молдогвардейской. Фонтан в настоящее время демонтирован. Демонтирована чаша фонтана, демонтированы коммуникации, так как они за несколько лет эксплуатации, естественно, износились. Фонтан, конечно же, останется на месте. Фонтан никто уничтожать не собирается. Точно так же отремонтировали в прошлом году Старозагору. Сейчас все четыре фонтана на бульваре работают в обычном режиме. Тридцатиструйная водная конструкция в сквере Победы должна вновь заработать уже в этом году. Фонтан был хороший. Ну, если обновять, то это обновляют лучше даже. Завершить ремонтные работы в сквере планируют в октябре. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. Бумажные страховые полисы заменят на пластиковые карты. Самара стала пилотным регионом, где начали водить электронные страховые полисы. В 30 поликлиниках области уже установили оборудование для выдачи карт. Вап-камера для мгновенного фото и планшет для электронной подписи. Получить электронный полис могут не все, а только новорожденные, новобрачные, сменившие фамилию и граждане, имеющие на руках полис старого образца. Приниматься полис должен наряду с бумажным карточкой. Нет считывателя, но в полис есть данные пациента, компьютер стоит, в компьютере база всех застрахованных. Моментально медрегистратор должен найти данные и принять. То есть этот полис будет в обращении в обычном режиме, даже если нет считывателя пока, чтобы провести и все данные получить. Около сотни патентов, 30 лет изобретательства. Самарские студенты встретились с известным ученым Николаем Ильиным. Многие годы он занимается разработкой методов, которые помогают решить судьбу зданий после пожаров и взрывов. С изобретателем пообщалась и Алина Чемерес. О температуре и характере пламени при пожаре лучше всего расскажут стены, говорит известный ученый Николай Ильин. О том, как оценить ущерб, нанесенный зданию огнем и решить, сносить или не сносить, он уже полвека рассказывает студентам технического университета. Значение имеет, правильно ли спроектировано здание. Если неправильно, оно значит развалится все. А если правильно, то оно на 90 процентов останется. Даже при взрыве, тоже при пожаре. Я как преподаватель рассказывал студентам, как вести себя, чтобы не войти в большие расходы. Потому что если разбирать, то это расходы большие, а если оставить, то надо знать, почему оставили. Потому что разбирать иногда сложнее и тяжелее, чем восстановить. Медаль имени Альфреда Нобеля, серебряная медаль Вернацкого, звание заслуженного деятеля науки и техники. Николай Ильин уже 30 лет изобретает новые методы, которые помогают решить судьбу зданий после пожаров и взрывов. Приборы, облегчающие работу пожарным. На счету ученого около сотни патентов. Пять лет назад Николай Алексеевич придумал способ, который помогает донести пожарный рукав до очага возгорания по узким лестницам. Я вот поставил этот ограничитель, который в нужной точке, если поставить, в двух точках по маршу, то будет пожарный рукав идти, не до конца идти, где будет застревать за углы этих ограждений, перил тормозится, а он будет проходить только посредине. То есть пожарный может бежать, а рукав будет за ним идти без задержек. На встречу с ученым пришли студенты колледжей и вузов. Все они будущие инженеры и строители. У меня это близка тема, потому что я учусь на крановщика и буду тоже собирать всякие большие конструкции, дома и так далее. Моя задача в том, чтобы построить дом и чтобы он держался долгие годы. Ученые делятся. Ни одно его изобретение не было создано просто так. Каждая разработка, необходимость и требование времени. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Женщины в бизнесе все равно остаются женщины. Самарские деловые леди собрались на межрегиональную конференцию поделиться опытом и обсудить, что еще полезного они могут сделать для своего города. Причем с такой встречи просто так не уйдешь. Они пошли на теплоходе по Волге на встречу со своими ульяновскими соратницами. Их провожала Олеся Корецкая. Они называют друг друга девчонки, хотя у каждой из этих женщин свое дело. Фирмы, агентства, магазины и производство. Ирина Карандаева занимается разработкой брендов для различных фирм уже 18 лет. Признается, что в своем деле она может реализоваться полностью. И если женщина этого не боится, а мне кажется, сейчас уже никто не боится быть женщиной в бизнесе, то открыты все двери. Главное идти, главное получать какие-то дивиденды с этого. На конференциях бизнес-леди обмениваются опытом, консультируются с юристами и социологами и просто отдыхают. Кроме деловых достижений обсуждают общественную работу, помогают многодетным семьям, пожилым людям. В этом году провели несколько экологических акций, высадили 5000 цветущих кустарников. Такие встречи проходят два раза в год уже 25 лет. Знаете, чем она хорошая? Что женщины садятся на теплоход и не могут вечером уехать домой и кормить своих детей и мужа. И поэтому, когда мы нашли эту форму конференции, она прекрасна. Пока теплоход отходит от причала, можно расслабиться, даже спеть. Вопреки расхожему мнению, что женщины на корабле, к несчастью, пассажиры этого судна полны оптимизма. Теплоход с самарскими деловыми женщинами отправляется в путь. Впереди пять дней речного круиза, встреча с ульяновскими деловыми женщинами и экскурсия в Свияжск. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре на пятой просеке взорвался, а потом сгорел ларек с шаурмой. ЧП произошло в районе улицы Солнечной. По данным МЧС, возгоранию предшествовал хлопок. Сообщение о пожаре поступило около 9 утра. В считанные минуты его ликвидировали. На месте работали две единицы техники и девять спасателей. Причины происшествия выясняются. К июлю в Самаре появится еще 10 новых низкопольных трамваев. К выходу на маршрут они будут готовы после обкатки на рельсах. Новые вагоны оснащены кондиционерами, системами отопления и видеонаблюдения, аппарелью и площадкой для инвалидов и детских колясок. Максимальная скорость нового трамвая составляет 75 км в час. 20 мая в Самаре состоится презентация пешеходных экскурсий по историческому центру города, разработанных для Мундиали. В пробной экскурсии будут участвовать журналисты, блогеры, чиновники, простые горожане. Аккредитация экскурсоводов на такие маршруты будет проходить целый год. Дальнейшим специалистам доверят встречать многочисленных болельщиков, гостей мирового футбольного первенства. Об этом информирует пресс-служба областного правительства. На организацию детского отдыха в Самаре направят 193 миллиона рублей, что на 7 миллионов больше, чем в прошлом году. Для любителей природы будут работать 10-летних лагерей круглосуточного пребывания. Ребят ждут профильные смены, посвященные году экологии и чемпионату мира по футболу. Для тех, кто проводит лето дома, предлагаются лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Всего летом будут работать 178 таких лагерей. Планируется, что их посетят больше 13 тысяч детей. В Самаре ограничат движение в связи с проведением первого всероссийского полумарафона «Забег». 21 мая с 7 утра до 14.30 будет перекрыт проезд по Волжскому проспекту сразу в нескольких участках. Кроме того, будет временно изменена схема движения общественного транспорта. Это коснется автобусных маршрутов 61, 247 и 261. О «Спорт и мир» в Самаре обсудили возможности занятий физкультурой для детей. Депутаты «Единой России» и руководители спортивных объединений говорили о реализации в регионе проекта «Детский спорт». Речь шла о распределении субсидий с областного бюджета на проведение капремонта в спортзалах и оснащение инвентарем школ. Также участники Совета проработали план спортивных событий сезона, в частности проект «Лето» с футбольным мячом. Спорт и физкультура необходимы подрастающему поколению, уверены члены Совета. По статистике лишь 10% детей полностью здоровы. Подростки не могут похвастаться стрессоустойчивостью и высокой сопротивляемостью к болезням. Из-за того, что очень много у них уроков, они сидят за компьютерами, за партами, готовятся к домашним занятиям, а спорта мало. Нет возможности погонять в футбол, нет возможности поиграть в хоккей, нет возможности поподтягиваться, побегать. И вот наш проект, он приводит к тому, чтобы мы хотим притянуть их на детские площадки, в игровые какие-то секции. Самара присоединилась к федеральной акции «Доверяем вместе». В ней с помощью телемоста участвовали более 10 городов России. Акция прошла в поддержку детского телефона доверия. Гости прямого эфира рассказали о работе службы экстренной психологической помощи. Дети и взрослые, оказавшиеся в трудной ситуации, могут бесплатно и анонимно получить консультацию психолога. Валерия Макарова подробнее. На кронном экране идет прямая трансляция из Москвы. Популярные музыканты, артисты, блогеры и психологи обсуждают главные проблемы подростков. Акция получила название «Доверяем вместе». Она проходит по всей стране. Организаторы хотят напомнить об общероссийском телефоне доверия для детей. Есть вопросы, которые он не может обсудить с родителями или с учителями. Он может задать именно по телефону доверия непосредственно специалистам, которые сидят по ту сторону линии телефонной. И очень важный факт, что этот звонок бесплатный и он, конечно же, 100% анонимный. Как пережить безответную любовь, травлю в школе или наладить отношения с родителями? Психолог поможет разобраться в проблеме и даст совет. Правда, некоторые не готовы делиться с вами проблемами с экспертами. Ну, мой ответ – нет. Ну, не знаю. Как-то вот лучше я с родителями обсуждаю и с подругами также. Ну, нет. Единый детский телефон доверия создан в 2010 году. За это время его специалисты приняли более 7 миллионов звонков. Чаще всего делятся проблемами в отношениях со сверстниками и родителями. Номер детского телефона доверия вы видите на экране. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. А вот о чем расскажут наши журналисты в следующих выпусках. Клубничка вне закона. В советском районе Самары борются с теневой экономикой. Угадай цветок. В ботаническом саду в День растений прошел молодежный квест на знания самарской флоры. Химическая атака. Самарские парки, скверы и придорожные газоны обрабатывают реагентом против клещей. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова